Всем привет, я Игорь Алкоголик. Привет! Сегодня юбилей. И до меня сегодня такая вещь интересная дошла. Я всегда раньше смотрел на впереди идущих, и когда у них намечалось празднование юбилея, они как-то не очень охотно хотели спикерить. Я думаю, что так, почему так? Сегодня до меня вдруг дошло, что разница между 4-летним юбилеем и 5-летним, она уже не такая большая, как, например, когда ты празднуешь 1 год или 2 года трезвости. Потому что там в самом начале прям вообще там все просто меняется. Столько значимых каких-то важных изменений в жизни. То есть настолько это все контрастно происходит. А потом чем дальше, тем как-то оно все меньше, может быть, или уже меньше замечаешь или что-то. Но тем не менее, да, хорошо, что есть такая традиция. Я помню, когда был новичком и впервые пришел на группу, как раз попал на юбилей тоже. И я не помню толком, ну, там подробности этой спикерской, да, но я помню, что мне интересно было слушать человека, у него там 8, по-моему, лет было трезвости. И у меня вот на этой первой группе, да, появилась какая-то маленькая там надежда, да, что, ну, вот я увидел других людей, что они выздоравливают. Хотя мне сложно было во все это поверить, но тем не менее, да. Не хотелось бы долго рассказывать про то, как я бухал, да, но чтобы понять, насколько мне сейчас хорошо, мне придется рассказать, насколько мне было плохо раньше, поэтому вот. Как-то с одной стороны кажется, что домашняя группа, она и так уже знает там в разных интерпретациях, то есть, там, пьянки, какие-то вещи, но тем не менее, как бы, ну, и с кем-то, может быть, я меньше времени знаком, поэтому в любом случае придется. Короче, я считаю себя классическим алкоголиком. То есть, стандартный такой классический алкоголик, причем в третьем поколении. У меня мама была алкоголичка, бабушка алкоголичка, короче, рос я в неблагополучной семье, где все пили и где эта норма была. Пробовал я алкоголь где-то там дома, там, когда родители бухали, там, какую-нибудь рюмочку раз, там, попробовал какого-нибудь вонючего самогона, и вот с этого у меня все начиналось. Где-то там с друзьями сначала, еще в подростковом возрасте, как бы, и сначала все это весело, как бы, прикольно было. Мне сразу же понравилось, конечно. То есть, я сразу как опьянел, да, от алкоголя, я каждый раз потом стремился возвращаться к этому состоянию. Интересно то, что вот мои сверстники, когда мы вот росли, да, у меня были друзья, они как бы пили вот для какого-то веселья, там, все-таки для процесса, там, какие-то приключения, там, пьяные были, там, какие-то похождения, какие-то нелепые, там, ситуации невероятные, какие-то смешные, там, или какие-то, там, с девчонками, там, какие-то ситуации, что-то такое. Меня вообще все это не интересовало. То есть, мне уже тогда все это, как бы, неинтересно было. Пока у всех вот все эти приключения происходили, я уже в уголке где-нибудь пьяный спал. Или тащили меня под рученьки домой, там, чтобы я где-нибудь не упал и все в гробе не замерз. То есть, вот так у меня прям с самого начала было. То есть, видимо, уже тогда были какие-то внутренние проблемы, которые тяготили меня настолько, что единственным, как бы, лекарством и решением проблем оказался алкоголь в моем случае. Как бы ничего более доступного у меня не было, чтобы изменить свое сознание, кроме алкоголя, поэтому я начал пить. Пил я вообще все прям уже с малых лет, там, все, что лилось и горело, там. Какой-то спирт технический, медицинский, самогонку вонючую, которую там, чем не в каждом доме гнали, какую-то водку паленую. Короче, вот все, что только можно было выпить, вот все я перепробовал уже там лет в 14-15. И первый мой запой уже произошел лет в 15, наверное. То есть, вот так у меня все началось. И поначалу оно не сильно было заметно, как бы, потому что в любом случае, за счет того, что здоровье еще какое-то другое, еще подростковое мышление, оно как бы не настолько переформировано в алкогольное мышление, поэтому запоев еще длительных, как бы, и постоянных не было. А вот когда начинаются постоянные запои, тогда начинаются уже серьезные проблемы. То есть, где-то в 20 с копейками лет уже там, в армии отслужил, там, начал работать. Я уже практически не мог без алкоголя жить. То есть, я уже уходил в запой. Для меня уже состояние опьянения, оно более нормальным считалось, чем трезвое состояние. Я себе уже жизни без алкоголя не представлял вообще. Я не представлял себе друзей без алкоголя. Я на какую-то, ну, на работу новую прихожу, например, устраиваться. Да, я сразу же ищу там где-то алкашей. Потому что мне с людьми, которые не пьют, там, мне с ними даже ничего общего не было вообще. Мне с ними не о чем было говорить, мне они какими-то инопланетянами казались вообще. Как можно не бухать жизнь такая, как бы... Ну, как расслабляться? Да, у меня сегодня тоже один человек спрашивал, а как тогда вообще расслабляться? Для меня реально это непонятно было. Тоже я не понимал вообще, как можно расслабляться. И поэтому каждый раз, когда у меня была возможность, я всегда употреблял. А если не было возможности, я искал эту возможность и все равно употреблял. Меня ничего не смущало. Я уже в раннем возрасте, я уже мог и на работе там напиваться. Причем у меня работы такие серьезные там были. С оружием, там, с серьезными обязанностями. И тем не менее я умудрялся и на работе там напиваться. И всякие там ситуации были такие серьезные. И на какую работу я не приходил бы, я много работ сменил, очень много. я всегда там рано или поздно устраивал какой-то это как это мероприятие такой где напивался как правило с каким-то последствиями у меня это так происходило поначалу это причем долгое время как бы это все просто прикольно казалось ну напился ну ладно мы уволился ну фиг с ним то какая-то другая работа то есть какой-то такой кураж был вот от этих постоянных каких-то изменений в жизни то есть казалось что в принципе ничего там такого страшного и нету так я короче барахтался долго получает физические травмы какие-то переломы сотрясения в скорой попадал неоднократно в токсикологии лежал там меня принимали так как родного узнавали круче часа мы только не происходило потом пришел такой момент когда женился то есть я женился и вроде бы в голове стали появляться такие мысли что ну как бы я же в теории знаю какой должна быть семья там нормально какой должен быть муж там что я должен заботиться что должен быть адекватным что у меня наконец должна быть стабильность там работа стабильная там деньги там чтобы я мог обеспечивать жену и детей и в теории я стал это понимать но физически вот по факту на деле я понимал да что я не могу этого вообще ни себе ни своей жене гарантировать не своим детям у меня просто не получалось я не мог я не мог найти в себе сил чтобы продержаться без алкоголя хотя бы даже там три месяца например для меня это невероятное что-то было невообразимое как можно там не пить вообще долго меня за всю жизнь там пару раз было когда я не пил там два или три месяца это я прям держался на зубах очень сильно терпел вот а потом как бы забухивал еще сильнее чем до этого пил у меня всегда так было чем я дольше не пью держусь тему не сильнее потом запой начинаешь там одна рюмочка 2 3 потом все башню сносит дома не появляешься где-то ходишь бродишь пьешь до того состояния пока вот мы совсем деваться некуда идешь жене сдаваться короче начинаешь там клятвенно обещать что больше не будешь пить сначала я просто говорил потому что она хотела это слышать она мне прямо кстати сама так и говорил мне горел он ты хотя бы мне пообещай чтобы не было какое-то основание тебя простить вообще и обратно принять я действительно и обещал просто потому что ну как бы так надо да вроде бы как ну накосячил значит надо вот извиниться и пообещать что я никогда в жизни больше не буду пить и так постоянно так раз за разом короче до того момента пока я действительно не почувствовал что у меня проблема то есть какой-то момент я анализируя как бы свою жизнь и анализируя то что я не могу гарантировать себе собственную трезвость я уже там клялся богом клялся детьми клялся там чем только можно было тем не менее меньше не получается я понял что я алкоголик то есть я понял что я алкаш который не может жить без алкоголя вообще никак я начал предпринимать какие-то попытки то есть там в очередной раз этом запой ушел у меня жена скал ну чего все короче давай что-то надо делать я решил кодироваться думаю ну чё ну как бы выпросил у жены денег она мне там с горем пополам дала их со страхом что их пробухаю я тем не менее доехал до доктора доктор меня закодировал уколом ну через неделю я опять забухал все просто вышел вечером гулять собака я решил проверить я думаю а чё вот будет интересно если ну немножко хотя бы выпью то я просто просто зашел в магазин купил банку крепкого пива выпил ее мне похорошела потеплела я думаю ну классно в принципе ничего не случилось ну и через пару дней запущу это короче кодировками не помогла пытался там спортом каким-то заниматься типа типа вот все теперь я спортсмен короче типа новый интерес жизни появится все мне не до алкоголя типа будет но это вот это такая ошибка вообще когда очень распространенным у многих людей я тоже я вижу периодически почему-то мне вот алкашу который вот нарабатывал этот опыт который менял свое мышление превращал его в алкогольные там долгими годами почему-то кажется что вот таким вот каким-то новым хобби новым увлечением жизнь моя все изменится алкоголь мне больше не нужен будет короче все наладится он не хорошо нифига мне не помогло я короче занялся бегом там короче бегом потом пока ну пока травмы не получил в итоге на этом проблемы с суставами начались но я повернулся опять к алкоголев потому что там суставы не болят когда бухаешь и далеко бегать не надо за бухну шутки шутками до смысл в том что я предпринимал какие-то попытки мне ничего не помогало вообще его анонимный алкоголики я там когда-то в россии тоже пришел помню мне тоже что даже жена носом ткнула в объявлении у нас тогда на столбах клеили там бумажные распечатывали так клеили анонимно бесплатно эффективно то туда-сюда я взял этот номер короче и пошел к анонимным алкоголиком пришел посмотрел как на дураков на него ничего не несут там вообще и то есть не было готовности там нормально обычная группа была то есть ничего там такого особенного не было мне не было просто готовности действительно что-то делать я просто создал такую видимость покажал показал жене что я типа предпринимают какие-то действующие короче чего только не пробовал ничего мне не помогало в итоге запоймы становились все хуже и хуже жизнь жизнь теряла контроль прям очень интенсивно в итоге в какой-то момент жена перестала не терпеть выгнула из дома у нее просто не было другого выбора у меня конечно же не серьезная была обида и я еще сильнее стал бухать сейчас у меня конечно под другие мысли в голове я еще сильнее стал бухать короче вообще смысл какой-то в жизни потерял я короче понял что все я блин конченый что что алкоголизм это мой приговор то есть для меня смерть от пьянки от алкоголизма она уже стала неизбежностью с которой я смирился я реально понимал что я скоро сдохну скорее всего потому что другого варианта нет потому что без алкоголя я даже представить в теории не могу свою жизнь а под алкоголем как бы я чувствую что я тоже качусь и понятно к чему это приводит что или на улице где-то сдохнули какую-то ситуацию попаду там какой несчастный случай еще что-нибудь там короче вариантов масса но все это на фоне алкоголя я с этим смирился и самое страшное да когда ты понимаешь ничего с этим делать не можешь как только начинаешь трезветь под грузом всех событий которые ты пережил своей жизни негативных тебе становится хреново начинаешь пытаться возвращаться в то пьяное состояние в котором тебе более-менее легко было начинаешь опять бухать тебе сильно легко не становится просто приступляют притупляются все чувства ты как зомбак становишься просто как зомби который более-менее существует пока еще бухает вот таким были последние мои годы вот употребление перед тем как я пришел в она немного волики последний год или полтора может быть то есть я уже просто постоянно практически постоянно пил я только вот выхожу из запоя не недельку там отсыхаем не трясет там еще максимум я неделю может быть как-то существую там хожу на работу потом я опять ухожу в запой 5 то есть жизнь полностью потеряла контроль в голове и на душе постоянное состояние депрессии выхода никакого нет от алкоголизма уже плохо становится и без него тоже невозможно жить в таком состоянии я пришел в анонимные алкоголики в анонимные алкоголики я пришел у меня как бы я действительно был готов на все чтобы ну как-то выйти из этого состояния не сложно было поверить что какая-то программа 12 шагов там может что-то сделать с моей жизнью ли со мной но я видел людей и мне это помогло я видел людей на группах с большими сроками с маленькими для меня даже полгода срок казался фантастикой какой-то куда на группе назвали полгода я думаю нефига себе как это тем не менее потихоньку начал взял спонсора начали делать программы его там уже до начались изменения слава богу была готовность я старался делать все что было рекомендовано спонсором старался делать программу его сейчас я уже думаю программа на самом деле такая простая вещь вообще такие простые принципы не содержится они собраны именно для меня для алкоголика таким образом чтобы чтобы я с неумолимой честностью делал все то что там написано если раньше в жизни допустим знал что поступать нечестно нельзя там чужое брать или там что то то я тем не менее легко переступал через эти вещи то есть но лишь в теории понимал да но я все равно переступал через эти вещи а тут вдруг программе мне как бы для меня все эти принципы то они не новые были не просто сказали что вот теперь вот чтобы тебе как-то выжить вот надо эти принципы реально по факту по-честному применять свою жизнь а я таким нечестным раньше был капец я вот что-то вот сейчас кстати ехал вспомнил ситуацию работал охранником там гостиницы ну когда бухал еще и там нас приходили на бизнес ланс бизнес ланч в кафешку короче соседних офисов люди женщина она потеряла сережку золотую то есть она в раздевалке там что-то шубейку снимала или одевала короче у нее пола сережка золотой но потеряла я там делал обход нашел сережку короче забрал себе она пришла любые не видела чем знаю походил с ней вместе такой исполнил короче типа нет ну вот нету ничего но делать что нельзя так делать мне не сильно совесть мучила я мог глядя в глаза этой женщины сказать что не я ничего не знаю ничего не видел ничего не брал и это норма для меня было вот такие вот вещи я все я очень легко оправдывал такие поступки потом в программе да там уже как бы варианта не было уже пришлось начинать учиться именно поступать вот так как положено именно именно в этом есть именно вся программа да то есть сейчас я уже спустя пять лет могу сказать за что я уже нет таких вещей у меня я сейчас кстати тоже быть мало не работаю и бывают тоже в комнатах какие-то вещи оставляют я так смотрю иногда но и вспоминаю думаю а раньше бы я наверно взял на себе в какой ценность оставляет а сейчас нет сейчас я не несу на ресепшен как бы сейчас мне чужого не надо потому что потому что я не готов испытывать опять вот те угрызение совести то вот гнетущее чувство которое меня тянуло постоянно к бутылке потому что я я помню как только начинаешь трезветь сразу начинаются мысли а ты сделал то ты поступил вот так а ты просрал семью ты не видишь детей ты разошелся с женой и так далее так далее куча куча всего там начинаешь вспоминать сколько ты работ хороших потерял сколько людей хороших пытались тебе помочь от их отвергал постоянно я никогда не принимал помощь вообще не слышал людей только сейчас трезвость я понимаю сколько раз мы пытались помогать реально пытались все было пофиг потому что желание оказаться в пьяном состоянии было гораздо важнее всего короче программа делает чудеса и я просто вот я начал с того что так как бы изменениями менее незаметными становятся тем не менее если вот так как бы какой-то итог на данный момент подвести до можно сказать что много всяких вещей таких произошло там я отношения восстановил там со своими близкими людьми с отцом сестрой даже с женой с которой мы все-таки в итоге развелись мы сейчас очень хорошо общаемся на днях с ней что-то там общались и она мне смайлик такую там с поцелуйчиком прислала такая ой ой это говорит подружески там ты не подумай ягода нет все нормально для меня это был знак того что она как бы нормально уже расположена ко мне то есть как бы для меня девятый шаг ей он как бы продолжается конечно то есть я стараюсь поддерживать нормальные отношения и даже раньше да когда мы жили у нас никогда не было нормальных отношений постоянно конфликты какие-то ссоры скандалы недопонимания и у меня не было какой-то настоящий готовности действительно быть тем кем я должен быть сейчас у меня нет семи и были отношения да но они закончились там по своим общим причинам но у меня совесть не мучает за те отношения которые вот у меня уже в трезвости были просто потому что я знаю что я не причинял там вреда и я действительно старался быть тем кем я должен быть то есть я старался заботиться старался проявлять любовь терпимость и так далее все что все чему нас учит программа не знаю что еще рассказать вот в целом вообще как бы по другому чувствуешь себя в этом мире там когда ты уже трезвый когда когда тебе уже нет необходимости бухать для меня это вообще вот самое самое это вещь когда ты находишься в состоянии в котором тебе не требуется вообще выпить не надо вообще у меня такого состояния в жизни почти не было его когда еще там где-то в детстве подростком был когда у тебя еще в голове даже нет таких мыслей дурацкий вот это в такое состояние и вернулся сейчас и дай бог продолжать находиться в этом состоянии как бы слава богу есть инструменты для того чтобы его поддерживать есть группы и тоже с подопечным на днях об этом тоже разговаривали что как бы у нас вот все что рекомендуется программы как бы нужно делать все не получается так чтобы там по крайней мере стремиться так это не получается чтобы например что-то делать а что-то не делать например только ходить на программу будет только ходить на группу да но не делать программу или только делать программу при этом не ходить на группу у меня он сейчас под спонсорным такая вот такой тупик произошел то есть вот он почему-то решил что на группу не обязательно высказываться не обязательно спонсировать тоже не обязательно хотя ему об этом не говорил конечно же ему другие вещи говорил кстати спонсирование вообще считаю самым таким главным инструментом при любых ситуациях при любом плохом состоянии каким бы ты не был я часто чувствовал как меня это поддерживает до занимаешься проблемами другого человека тебе не до своих проблем потом ты сам же опять же учишься там на его примере видишь какие-то какие-то свои косяки там недостатки что ты неправильно делаешь то есть в общем что хочу сказать я очень благодарен сообществу за то что вообще есть такое место из за то что у нас все так не замысловато на самом деле очень просто да простая программа для сложных людей я действительно считал тоже себя сложным человеком я вообще я не понимал вообще что со мной происходит я как бы вроде бы в теории знал что он не должен человек быть таким я помню я хотел в психушку себя сдать пойти и думал потому что я понял что что-то не то вообще не так не должно быть мы уж пойти им что-то сказать думаю но не поймут же на 1 чай вообще хочу объяснить им слава богу все это в прошлом этих всяких мыслей депрессивных нет и угрызений совести почти нет бывает только вот насчет бывшей жены с которой я развелся на бывает иногда просто вот так вспоминаю как как я себя с ней поступал там вел и так продолжаю в общем сожалеть потом как и не был но слава богу все хорошо и и есть возможность сохранять здравомыслие оставаться трезвым и обеспечивать детей все это только благодаря моей высшей силе у меня это бог я вижу прямую связь вообще вот между своим выздоровлением да и то есть между тем что мне было в прошлом тем состоянием в котором я сегодня нахожусь моем понимании на моем личном опыте это только как бы дела бога потому что много событий было в моей жизни которые явно указывают на это вообще мы здесь как бы ну не принято у нас говорить на тему религии да но тем не менее это мой личный опыт как бы моя жизнь это тоже связано в том числе и с моим выздоровлением там и с употреблением я раньше был религиозным человеком по себе был в религиозной организации когда-то меня туда удалили просто потому что я не мог жить по правилам которые от меня требовались его сейчас спустя уже пять лет своего выздоровления я я туда вернулся все вернулся свое религиозное собрание таким образом как бы я углубляю свое понимание высшей силой еще больше и глубже узнаю волю бога в отношении меня таким образом не происходит какое-то время у меня даже мысли таких не было мне вообще не представлялось это возможно но сейчас как бы я к этому со временем как-то постепенно пришел для меня этот момент это как вернуться в какую-то точку с которой мне но пошло не так что то то есть как будто бы вернулся вот туда где свернул не на тот путь для в общем все не буду ничего выдавливать и очень благодарен сообществу благодарен богу благодарен все вам за то что таким как я есть куда прийти спасибо спасибо большое